Всем привет! Сегодня приготовим потрясающий английский десерт Benofi Pie. Я сделаю с двумя начинками, традиционной банановой и грушевой. Оба варианта веганские и невероятно вкусные. Досмотрите это видео до конца и будете точно знать, что без продуктов животного происхождения можно приготовить вкуснейший десерт. Для безглютенового бисквита возьмем рисовую, кукурузную и миндальную муку. Все пропорции продуктов будут в описании, а также там будет интересная история о возникновении этого десерта. Сахар у меня тростниковый, какао-порошок, горячая вода, кокосовое масло, щепотка соли, разрыхлитель и семена чиа. Их можно заменить молотыми семенами льна. Еще нам понадобится холодная вода. Сначала необходимо залить семена чиа водой и дать постоять 10-15 минут, пусть набухнут. В емкость всыпаем сухие ингредиенты, смесь муки, сахар, соль, разрыхлитель и какао. И все тщательным образом перемешиваем до однородности. Семена чиа уже впитали в воду и превратились вот в такую вот клейкую массу, если можно так сказать. Теперь мы соединим кокосовое масло с семенами и горячей водой. Теперь жидкую часть вливаем в сухую часть нашего теста и тщательным образом перемешиваем до однородности. Тесто получается жидковатым и это нормально. Берем форму для выпекания. Лучше всего застелить дно пергаментом. У меня форма непредсказуемая совершенно, ведет себя как хочет. Я застелила все, что могла. Еще и фольгой укрыла дно внешнюю часть. Выливаем тесто, разравниваем и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 35 минут. Вы ориентируйтесь по вашей духовке. Готовность проверяем шпажкой, она должна быть сухая. Если взять форму диаметром поменьше, например 16 сантиметров, то сам корж будет потолще. У меня форма где-то 20 сантиметров и корж 1,5 сантиметра толщиной. Для начинки нам понадобятся 2 крупные сочные груши, 40 г сахара, 20 мл воды и 20 г кокосового сахара. Для банановой начинки берем 2 банана, 40 г сахара тростникового, 20 мл воды и 20 г кокосового сахара. Груши чистим и режем, желательно тонко. На сковороде разогреваем сахар с водой до растворения сахара. Затем добавляем 20 г кокосового масла. И как только наша карамель закипает, добавляем в нее груши. Нужно тщательно их перемешать, чтобы каждый кусочек покрылся этой вкусной карамелью. Обжариваем до мягкости. Затем выкладываем в тарелку и даем остыть. В той же сковороде карамелизируем бананы. Только нужно очень внимательно следить, чтобы бананы не превратились в кашу. Просто нужно немного меньше времени их держать в сковородке. Собираем тортики. Мои бисквиты провели ночь в холодильнике. Мне кажется, так всегда нужно делать, потому что какая-то магия происходит за ночь с бисквитами в холодильнике. Вот, кстати, для второго бисквита, квадратного, я использовала в качестве эксперимента пшеничную муку. Может быть, поэтому он немножечко потолще получился, чем первый безглютеновый. Хочу еще раз напомнить, что все пропорции и описание количества продуктов будет в инфобоксе внизу. А тем временем на основу выкладываем карамелизированные бананы. Разравниваем. На вторую основу выкладываем груши. А сверху этой невероятной красоты будут взбитые кокосовые сливки. Для этого сливки должны провести как минимум сутки в холодильнике, либо полтора часа в морозилке. Аккуратно ложечкой достаем верхнюю часть сливок, чтобы водичка не попала. Перекладываем все это в миску, в которую будем взбивать. Качество сливок бывает всегда разным, даже у одного и того же производителя. Это как лотерея. Если вы не уверены в качестве сливок, добавьте при взбивании четверть чайной ложки загустителя, например, гуаровой камеди. Не повредит точно. Мне в этот раз повезло, все стабилизировалось само собой. Взбили сливки, выкладываем в кондитерский мешок и украшаем тортик. Можно просто ложкой выложить на тортик и выровнять поверхность. Но вот здесь я елочку пыталась изобразить. Украшаем тортик по своему желанию, даем разгуляться фантазии. Посыпать сверху можно и сахарной пудрой, тогда он будет немного слаще. И какао порошком. Тортик получается в любом случае потрясающе вкусным. Безглютеновая версия, кстати, мне понравилась гораздо больше. Могу сказать, что в этом десерте идеально все. Если вам понравился мой веганский бенофик пай, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А я желаю вам всегда праздничного настроения, потрясающе вкусных десертов и до новых встреч!